Итак, ребенку исполнился год. И главное событие, которое случается в это время, это то, что он начинает ходить, то есть овладевает прямохождением, человеческим способом передвижения. И в этом ему опять же могут помочь игрушки. Есть такие специальные игрушки, хорошо вам известные, каталки называются. И вот они хороши тем, что они стимулируют ребенка к ходьбе и облегчают эту ходьбу. Вот, например, замечательное приспособление для обучения ходьбе. Сначала ребенок не может понять, что делать. Он давит на эту самую штуку, и, соответственно, никакого эффекта не получается. Но потом случайно или с помощью взрослого он открывает для себя возможность вот такого вот движения, движения вперед. И он идет за этой самой каталкой, видит передвижение мячика и меняет скорость этой ходьбы, управляет, соответственно, своими движениями. И игрушка ему помогает понять, что когда он быстро идет, это быстро катится, когда медленно, медленно, когда он меняет направление, соответственно, эта каталка тоже меняет свое направление. В общем, для начинающего ходить ребенка эта вещь незаменимая. Теперь, когда уже ребенок хорошо освоился в ходьбе, ему могут подойти другого вида каталки, которые катятся сзади. И вот когда он идет и несет за собой такой паровоз, вот такого рода крокодильчики замечательно вот так вот движутся, крутят головками. И это очень интересно наблюдать. Чтобы это наблюдать, надо твердо стоять на ногах и поворачиваться сзади, смотреть, как они крутятся. Или вот еще вариант очень такой забавной каталки – кораблик. Вот видите, как смешно и как мило крутятся эти самые колесики при ходьбе. Так они стоят, а когда мы его движем, вот какое замечательное, интересное движение. Его можно наблюдать, что дети с восторгом делают. И опять же упражняться в ходьбе. Вот так что второй год жизни – это время каталог. Их очень много. Это и бабочки, и жуки, и птички. И они машут крылышками, они там крутят головками. В общем, много чего они делают, когда ребенок ими управляет, когда он с ними вместе ходит. И поскольку ходьба – это новый способ передвижения, дети с восторгом используют свою подвижность на двух ногах для того, чтобы вот играть с такого рода игрушками. Ну, второй год жизни – это период интенсивного овладения разными предметными действиями. То есть действиями, которые соответствуют назначению предмета. И с помощью которых можно воздействовать на другие предметы. Есть такая группа предметов, так называемые орудийные действия. Когда один предмет позволяет воздействовать на другие. Ну, например, вот забивание колышков. Примитивный, простенький, но очень важный инструмент. Молоточек и колышки. И вот надо попасть по этим колышкам, чтобы они забились. Кстати, не очень удачный экземпляр, потому что, видите, как туго они забиваются. Чтобы забить, надо приложить недюжинную силу, которой у годовалого малыша иногда и нет. Вот, кстати, выбирая такого рода игрушки, надо быть уверенным, что малышу по силам справиться с такого рода действием. По силам в прямом смысле слова. Хватит ли у него сил, чтобы забить этот самый колышек в нужное место. Но во всех случаях попадание молоточком по колышку это хорошее очень действие, которое отрабатывает точность движения, моторику и понимание связи. Я вот так вот стучу, и колышек проваливается. Так что это тоже игрушка для этого возраста, о котором мы говорим. Еще одна очень такая любопытная игрушка на ловкость и на подстройку руки к орудию это рыбалка. Вообще рыбалок очень много самых разных, от самых примитивных, вот как эта, до очень сложных и очень трудных. Вот эта рыбалка совсем простенькая, но очень интересная для ребенка. И она воспитывает не только ловкость, но и управление собой, потому что сначала хочется схватить эту рыбку и просто вот ее взять примитивным образом. Но наличие вот этой удочки подсказывает, что нужно брать не рукой, а вот так вот, вот что получается, если я осторожненько и тоненько ее подцеплю. Вот, рыбку поймал. Это очень хорошая игрушка для купания, для игры с водой, может быть, на даче, в тазике. И повторяю, что она очень полезна тем, что связь вот этого движения подцепления, видите, это же не просто вот так вот, вот надо приспособить руку к этому самому орудию и поймать свою, может быть, первую рыбку. Вот. И таких тоже игрушек довольно много. Совочек, формочки, песочек, черпачки, сачки. Вот это все, весь набор вот этих предметов как раз для того, чтобы рука подстраивалась к орудию, чтобы он не рукой просто копал и перекладывал песок, а умел зачерпнуть этот самый песочек или водичку, или что-нибудь еще вот с помощью специального инструмента. Но, наверное, главные игрушки для второго года жизни это так называемые составные игрушки. Иногда их называют даже автодидактическими, потому что они подсказывают способ действия. Они сами так устроены, что стимулируют к определенным правильным действиям. Ну, классическим примером такой игрушки является пирамидка. Вот простая такая, самая примитивная пирамидка, которая состоит из нескольких одинаковых предметов, которые различаются по размеру и по цвету. Поэтому она называется составные, потому что она состоит из нескольких частей. Соответственно, задача ребенка одеть колечки на стержень. Сначала он это делает с трудом, сначала он может не попадать, но постепенно, сначала даже не надо требовать, чтобы он различал величины, а просто само одевание на стержень уже самостоятельная задача. И вот с пирамидкой можно придумать, на самом деле, очень много всяких игр. Можно ее положить спать, эту пирамидку, вот она спит. Потом она может проснуться, а палочка замерзнет без колечек. И поэтому надо скорее-скорее ее одеть, чтобы она не замерзла. Вот пирамидка проснулась и пошла гулять. Потом она может кататься, вот так вот, как колесики. Вот, потом она может стоять без палочки, кстати, если ее правильно поставить. Вот, пожалуйста, палочка отдельная, а пирамидка отдельная. И они могут между собой как бы взаимодействовать. Ты почему от меня убежала? А потому что мне тяжело с тобой. А давай возвращайся на место. Ну, то есть вот такой вот разговор пирамидки к палочке и колечкам может быть очень такой интересной игрой. Потом можно, кстати, экспериментировать и так с этими колечками. Они могут вот как крутиться. Можно много самых разных игр с такой простой пирамидкой организовать. Пирамидок, на самом деле, огромное количество самых разных. Вот, например, очень сложная и очень красивая пирамидка. Видите, по цвету собраны такие замки. Ну, в принципе, назначение пирамидки в том, чтобы вот одеть колечко на палочку в определенной последовательности. Но есть специальные такие пирамидки, которые открывают самое широкое поле для действия. Мы так их и называем открытые игрушки. Вот чем она хороша, эта пирамидка? То, что в ней два, две дырочки, и то, что это не колечки, а вот такие вот вогнутые лопасти. И вот это, казалось бы, ну, не акти какое сильное изобретение, открывает огромный простор для всяких вариантов сборки. Вот, например, вот так вот мы ее можем собрать. И от этого получается дерево такое раскидистое. А потом, если мы вот так вот ее соберем, то это получается, ну, что-то вроде птички. А если мы вот так вот ее соберем, ну, как она была, то это получается елочка. Вот такая ровненькая елочка. И ребенок может пробовать разные возможности этого материала и, соответственно, развивать свое мышление. Мышление и уверенность в себе, что я могу и так сделать, и так сделать. Они могут еще вот так крутиться очень интересно, а потом могут быть и как качелями. То есть расширяются резко возможности использования этого предмета, что для игрушки необычайно важно, чтобы она не надоела быстро и давала возможность все новых и новых открытий.